Отрабатываем предложение вопросительное в simple, present simple, когда подлежащее – she. Запоминаем блок такой – does she? И к нему подставляем просто сам глагол. Например, мы хотим спросить – like, действие – like, любит ли она что-нибудь, нравится ли ей. Does she like? Например, хочет ли она что-нибудь? Действие – want. Does she want? Там дальше может быть дополнение. Ну, можно взять просто – it для дополнения. Does she want it? Хочет ли она этого? Does she like it? Любит ли она это? Глаголы восприятия – это see, то есть мы воспринимаем глазами, да? Мы видим глазами. See – видеть. Это глагол слышать. В английском легко его запомнить. Ear – ухо. Hear – слышать. Они вообще, вот эти глаголы see, hear, они используются только в таком сказуемом. То есть мы берем вот этот блок – does she – и глагол see. Does she see? Видит ли она? Вот, например, смотрите, вот тут у меня композиция, так сказать. In front of the house, перед домом, there are a mouse, a hamster, хомяк тут, and a kitten. Вот, и котенок, они перед домом, а она вот здесь вот, she's opposite the house, напротив, напротив дома. А вот там за домом, behind the house, there's a pig, и сейчас еще кого-нибудь возьмем. Там поросенок, например, and a hedgehog, и ежик, behind the house, за домом. Вот, и вот она вот так смотрит, да, и мы спрашиваем, видит ли она мышку? Итак, в начале наш блок. Does she? Действие see. И дополнение. The mouse. Does she see the mouse? Видит ли она мышку? Отвечаем. Does. Спросил, does, и будет в ответе. Yes, she does. Yes, she does. Про хомяка спрашиваем. The hamster. Хомяк, это будет дополнение. Итак, начинаем вопрос. Наш блок. Does she see the hamster? Yes, she does. Про котенка. The kitten. Does she see the kitten? Yes, she does. А теперь про поросенка. The pig, который behind the house. Does she see the pig? No. She doesn't. Нам нужна отмена, да? Does плюс not. Doesn't. Does she see... Кого мы там взяли еще-то? Does she see the puppy? Пусть будет щенок. Behind the house. Does she see the puppy? No. She doesn't. Так. Теперь давайте попробуем с глаголом hear. Слышать. Ear. Ухо. Hear. Слышать. Так. Where's the puppy? Где щенок? Вот, например, щенок. It. Да? It. Не человек. It's barking. Сейчас. Лает громко. Действие. Bark. Прямо ей вот прям на ухо лает. Слышит ли она щенка? Берем наш блок. Does she... Действие. Hear. Дополнение. The puppy. Does she hear the puppy? Yes, yes, she does. Слышит, да. И убежал щенок. Далеко-далеко убежал щенок. Все, не слышно его. Does she hear the puppy? Now. Теперь слышит она щенка? No, she doesn't. Глагол like тоже используется только в таком сказуемом. Поэтому, если мы спрашиваем, нравится ли ей, нравится ли, например, вот, нравится ли ей щенок? Does she like the puppy? Yes, she does. А давайте, кстати, притянем щенка. She имеет этого щенка. Это ее щенок. Her. Притяжалочка будет her. Her puppy. Поэтому мы можем в вопросе также сделать. Does she like her puppy? Любит ли она своего щенка? Yes, she does. Так. Теперь еще один глагол, который тоже используется всегда только так. Understand. Это глагол понимать. Понимать. Он образовался из stand, стоять, глагол, и есть предлог under, under, под, вот, under the basket, под корзинкой. Почему-то вот эти два слова соединились. Under и stand. И получился understand, понимать. Так, допустим, вот, вот у нас клаун такой. И he's from France. Он из Франции. И вот он, he's speaking. Он говорит. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Comment ça va? Comment vous appelez-vous? Понимает ли она его? Does she understand? Ну, тут, правда, надо еще его слово. Him. Him. Ну, можно the man дополнение. Человек, мужчина. Понимает ли она этого мужчину, да? Does she understand the man? No, no, she doesn't. Нет, она не понимает.